добрый день любители радиоуправляемых моделей сборка нашей обновленной бойцовки продолжается сегодня наша задача полностью собрать крыло но для этого немножечко поработаем со скотчем остается нам обтянуть один из килей и собираем всю эту конструкцию в единое целое с обтяжкой руля высоты мы с вами немножко уже освоились как работать со скотчем теперь покажу как обтягиваются детали достаточно сложной формы обтяжку всех элементов мы начинаем сверху вниз от задней кромки передней в нашем случае киль бы тянем вдоль длинной стороны практически как и любую деталь соответственно здесь полосы будут располагаться горизонтальные начинаем приклеивать их сверху и пойдем потихоньку вниз ну перед началом работы напомним где вверх денису этой детали киль как видите он не симметричный верхняя часть у него несколько выше соответственно вырез это получается задняя его часть и несколько толще это вверх низ более тонкий соответственно при оклейке мы будем начинать работу с лицевой стороны детали она у нас будет снаружи будет более заметно и подвороты делаем на тыльную сторону накладываем первый слой первую полосу с таким расчетом чтобы оставался запас не менее сантиметра на подворот на обратную сторону проглаживаем скотч при помощи подходящего инструмента моем случае пластиковая карта обрезаем ленту вровень с углом вот обратите внимание как раз приклеенный участок заканчивается и тут же тут же обрезаем дальше оставлять более длинный скотч смысла никакого нет на углах делаем насечку как бы продолжая линию детали и получившийся лепесток с натяжкой и заворачиваем на обратную сторону таким вот образом торец при этом у нас получается закрытым здесь на углу также делаем надрез под прямым углом к основной части детали и этот сегмент также с некоторым натяжением подгибаем и аккуратно разглаживаем чтобы избежать морщин складок и прочих неровностей теперь нужно загнуть этот оставшийся хвостик скотча если мы просто его будем загибать как видите образуется складка поэтому также по углу делаем надрез продолжая линию детали таким вот образом торцевую часть подгибаем вниз приклеиваем и прихватываем этот тонкий лепесточек оставшимся участком теперь как поступаем с этим скошенным сегментом здесь начинаем подворачивать скотч точно так же как и на остальном участке но потом излишки просто обрежем по месту такие большие нахлёсты оставлять нежелательно даже на белом скотче они будут видны поэтому я так подклеиваю тоже на ширину примерно в сантиметр и потом по месту обрезаю теперь наклеиваем следующую полосу оставляя нахлёст не менее пяти миллиметров на торце также у нас остается запас на подворот и стараемся клеить ленты параллельно друг другу то есть чтобы ширина нахлёста у нас была постоянная по всей длине так проклеиваем на тонких углах делать вылет ленты никакого смысла нет обрезаем вровень прямо с краем детали таким вот образом точно по размеру детали и подворачиваем сперва вот этот маленький уголочек с внутренней части здесь за счет того что сам киль у нас имеет толщину 5 миллиметров такие небольшие нахлёсты приходятся на торцевые участки и никак они не мешают ну а дальше загибаем верхнюю часть здесь также нужно будет подвернуть оставлять эти излишки никакого смысла нет они только мешают в дальнейшем несмотря на то что на белом скотче нахлёсты не видны учитесь работать сразу аккуратно белый скотч желтый и черный зеркальный они конечно нахлёсты все скрывают но с другими расцветками когда начнете работать все эти линии все эти нахлёсты они проявляются и гораздо лучше когда имеем ровные линии стыков без каких-либо дополнительных темных пятен модель оклеена таким образом смотрится гораздо лучше аналогично проклеиваем вырез под стабилизатор в задней части точно также делаю насечку он по углу тоже параллельно верхней грани и этот хвостик подгибаем оставшийся треугольник также как и на передней части подворачиваем частично подклеиваем на обратную сторону делаем нахлёст излишки срезаем оставшийся хвостик проклеиваем по тому же принципу как и все торцы по углу насечкой сперва загибаем торцевой сегмент и закрываем его оставшимся лепестком и аналогично продолжаем оклейку дальше также обеспечиваем между лентами нахлёст в 5 миллиметров длину так чтобы хватало с гарантией на подгиб тоже за этим следим коротко не надо оставлять обрезаем излишек и а теперь как поступаем с нахлёстами в передней части здесь достаточно узкий вырез поэтому заднюю задний этот участок мы здесь уже подворачивать скотч не будем просто прорезаем по вертикали таким вот образом и затем делим по центру этот сегмент скотча пополам его теперь два получившиеся лепестка подгибаем на обратную сторону то же самое с нижней стороны вот здесь смотрите если остается скажем этот уголочек слишком длинный вы не уверены что он полностью приклеится у вас на торцевой части излишки излишки можно обрезать если длина позволяет то просто загибаем уголочек также подклеили излишек большой обрезали остатки подогнули а вот в задней части вырез более широкий здесь есть смысл этот торец закрыть большая часть здесь будет обрезаться мы сразу можем примерно с запасом на подгиб миллиметров 15 оставляем зазоры и с таким расстоянием делаем угловой вырез дальше удобнее будет работать теперь вот на этот получившийся угол проводим две линии от вот этих двух уголков так и второй клин вырезается вот таким вот образом и теперь все три сегмента подгибаются на обратную сторону вот этот уголочек загнули он же торец здесь прикрытый подгибаем оставшуюся часть на торцах скотч советую сразу прогревать утюжком потому что не всегда бывает что приклеилась с достаточно хорошим натягом и могут образовываться на торцах из-за этого морщины особенно на стыке лент на стыке полос скотча если видите такие не очень удачные участки лучше их сразу прогреть вот здесь вот например тоже образовался небольшой нахлюстик при помощи утюжка при помощи прогрева все это выводится тоже самое с передним вырезом здесь участки узкие не на срезах без прогрева держаться сами по себе вряд ли будут поэтому без утюжка в этих местах не обходимся и завершаем оклейку этой стороны нижней полосой скотча также даем нахлёст 5 миллиметров скотч достаточно прозрачный чтобы видеть какой даете нахлёст и работать достаточно удобно но сейчас точно так же делаем насечки по углам подворачиваем торцы подворачиваем вот эти сегменты и уголки тоже проклеиваем все уже по отработанной схеме здесь угол проклеиваем и переднюю часть подвернули излишки обрезали лицевая сторона у нас с вами готова и теперь мы можем оклеивать пильную сторону так как нахлёсты у нас с вами уже обеспечены здесь уже запаса на подворот не оставляем совсем вровень ленту держать не всегда удобно хотя в этом углу например возможно я предпочитаю удерживать за некоторый хвостик оставляю запас нахлёсты также 5 миллиметров клеим с таким расчетом чтобы у нас в четыре ленты должно хватить на весь киль с этой стороны обрезаем излишки и вот здесь уже эти края подгибать смысла никакого нет просто берем и обрезаем по кромке детали некоторых случаях такие большие кусочки клинья можно использовать если где-то остались щели остались зазоры так что если есть необходимость такие детали не выбрасывайте а пока отложите куда-то в сторонку то же самое сзади здесь уже никакого подгиба ничего делать не будем просто аккуратненько все по кромочкам обрезаем аналогично поступаем со следующими лентами пока скотч сильно к поверхности не приглажен он еще толком не приклеен можно аккуратно снять если лента приглажена как вот сейчас карточкой прошелся в этом месте уже скотч оторвать конечно можно но оторвется он вместе со слоем пены и повторно эту ленту клеить нельзя в задней части аналогично подрезаем излишки верхнюю часть спереди тоже обрезаем а вот этот вырез единственное исключение где мы будем все-таки делать подворот с обратной стороны здесь как вы помните у нас части скотча достаточно узкие и приклеены не особо надежно поэтому здесь нахлёст мы все-таки будем делать все по отработанной схеме точно также прорезаем у основания разделяем пополам и получившиеся два лепестка подгибаем на внутренние кромки пользуемся преимуществом белого скотча то что нахлёст и не видны снаружи если бы был другой цвет я бы вот эти излишки с внешней стороны уже обрезал закрываем оставшуюся часть детали проклеиваем и вот здесь уже нахлёст мы сделали поэтому повторно проклеивать смысла нет излишки просто обрезаются остается прогладить утюгом в первую очередь прогреваем торцы вот основную поверхность греки очень аккуратно детали однослойная при нагреве скотч сжимается и деталь может повести но в то же время за счет термоусадочного свойства скотча деталь можно выправить если при приклейке скотча вы ленту тянули и пенопласт у вас изначально получается кривой то за счет прогрева все эти изгибы можно вывести например смотрим вот этот хвостик немножечко пошел сюда соответственно лицевую сторону чуть-чуть прогреваем там где гор образуется грейте только без фанатизма лучше в несколько проходов проконтролировать этот вопрос чем перегреть и деталь выгнет в обратную сторону ждем остывание пока деталь теплая она может быть изогнутой при остывании скотч сжимается и мы получаем то что у нас в итоге вышло все остальные детали оклеены заранее в том числе само крыло все клеится по тому же самому принципу обязательно делаем нахлёст и обязательно делаем между лентами стыке не менее пяти миллиметров ну и подворот скотча на обратную сторону и всегда обтяжка идет по одному сценарию вдоль длинной стороны детали в нашем случае вдоль размаха крыла от хвоста к носу сверху вниз мы сейчас приступаем к сборке модели первым делом нам нужно перед приклеить на место кили вклеиваются они по торцам хвостовой части фюзеляжа не забывайте что более высокая часть у нас должна смотреть вверх и вот таким вот образом или будет устанавливаться лицевая сторона наружу все нахлёст и остаются с внутренней стороны модели центруем киль по вырезу под стабилизатор передняя часть у нас определяется вырезом самом киль и тут она и никуда не уйдет а сзади смотрим чтобы вырез под стабилизатор был ровно по центру хвостовой секции вот в таком положении будем киль приклеивать теперь ставим пару отметок докуда нужно будет наносить клей участок стилотки подставили и передней кромки делаем метку вот на торце . до нее будем промазывать участок клеем для приклейки уже обтянутых деталей используем хорошо разогретый термоклей участок приклейки достаточно большой поэтому работаем быстро чтобы клей не успел застыть вокруг крыла до меток и затем переходим на хвост по периметру серединку промазываем и быстро ставим на место киль пока клей не застыл центруем его по задней части и плотно прижимаем поверхности крыла вот так должен быть установлен киль убедитесь что он стоит вертикально что нет перекосов если все в порядке проклеиваем дополнительно снаружи наносим клей в угол таким образом чтобы образовался как бы небольшой валик то же самое сверху любом случае при приклейке у вас изначально здесь будет небольшая щель старайтесь эту щель заполнить клеем и по торцам консоли тоже проходимся заполняем все пустоты то же самое с обратной стороны выступивший клей просто горячим носиком термопистолета можно разгладить убрать все излишки второй и приклеиваем аналогично отметка для проклейки ориентируясь на эту метку наносим клей приклеиваем киль на место и остается проклеить снаружи промазываем плотно чтоб пропусков не было чтобы кили держались надежно вот такое вот крылышко у нас с вами получается кили можно использовать как стойки и при определенной сноровки эта модель вполне способна взлетать вертикально и финальным этапом остается приклейка руля высоты поверхность этих деталей мы обтянули скотчем в прошлом уроке теперь остается только внутреннюю сторону промазать клеем и собрать эти детали вместе при приклейке будьте внимательны по цветам в нашем случае черный скотч снизу белый сверху у вас расцветка может быть другой но при приклейке тоже будьте внимательны половинки руля высоты промазываем титаном в первую очередь периметр особенно в районе крепления петель здесь по тщательнее нужно будет пролить но в первую очередь контролируем периметр чтобы не было нигде пропусков основную поверхность заполняем так вот змейкой не очень плотной самое главное чтобы больших не проклеенных участков не оставалось ну и в районе крепления петель дополнительные промазываем еще горизонтально дополнительными полосами здесь клей должно быть чуть чуть побольше складывая половинки руля высоты совмещаем их и переносим клей с одной детали на другую на ровной поверхности прижмите клей разойдется закроет практически всю поверхность при этом обратите внимание детали друг дружку компенсируют руль у нас получается практически прямой сразу без каких-либо дополнительных усилий теперь детали разделяем даем клею подсохнуть и по мере подсыхания клея устанавливаем половинки руля высоты на место берем нашем случае нижнюю половину и заводим ее вырез на келях под сетку с таким расчетом чтобы руль встал точно по центру зазоры между келями и вырезами в руля высоты у нас должны оставаться одинаковыми с обоих сторон и там и там зазор по миллиметру остался все ровно сетку поверхности прихватываем прямо на клей разгладьте разровняйте там где-то необходимо и при этом хорошенько поджимаем переднюю кромку она должна быть вплотную к неподвижной части крыла ну и теперь очень внимательно клей подсушенный при касании он сразу же прихватится поэтому очень важно сейчас точно спозиционировать две половинки руля высоты аккуратно заводим среднюю часть совмещаем углы по задней кромке так и только после этого детали можно прижимать друг другу начинаем с периметра проходимся по кромочкам и основательное прижимаем участок там где вклеена сетка серпянка там где петля это место должно быть проклеена наиболее надежно убеждаемся что руль у нас свободно отклоняется в обе стороны ничего ему не мешает если все в порядке оставляем крыло на просушку окончательную и в следующей части мы с вами займемся уже сборкой носовой секции то есть моторного и батарейного отсека этого самолета и останется у нас финальная часть по установке электроники ну а пока вот такое крылышко у нас с вами получилось это основная часть модели она должна у нас сохраняться даже в случае аварий случае морковок но согласитесь сама по себе сборка этой модели относительно и несложная но на сегодня все ставьте лайки подписывайтесь на канал заходите в наши группы в социальных сетях вконтакте у нас самая активная группа также для вас работает форум где вы можете найти массу информации по моделям чертежи станочки приспособления инструменты материалы наработки других моделистов да и друзей и единомышленников в своем регионе вы также можете найти через наш форум в интернет-магазине вы можете приобрести как готовые модели такие комплектующие для своих проектов а самое главное это наш новый ресурс центр развития моделизма в нем собирается вся информация по нашим моделям по материалам по инструментам от самых азов и до сборки достаточно сложных и серьезных аппаратов вы можете пройти по шагам по этапам и буквально с нуля научиться собирать модели какие вам нравятся будьте с нами смотрите нас до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки комментарии оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по взрослому